Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и очередное расхламление. Это уже третье видео в этой серии. И для тех, кто не видел первые два, я обязательно выложу ссылку в видео. И в инфобоксе я обязательно продублирую. Заглядывайте. Сегодня у нас вот такая, как всегда, огромная коробка. И давайте смотреть, что в ней. Потому что на данный момент я даже сама этого уже не помню. Итак, очередная часть расхламления. Давайте смотреть, что здесь есть. Так, коробка от палетки теней. Тени уже давно у ребенка. Палетка была яркая, красивая. Одно время я увлеклась палетками, но очень быстро к этому делу остыла. Потому что палеток выпускается какое-то неимоверное количество. Все делают отзывы на палетки, все покупают палетки. И, честно говоря, я не понимаю, зачем столько палеток человеку нужно вообще. Но эта коробочка участвовала в съемках. На фоне сейчас она уже не актуальна для съемок. Это очень уже старенькая палетка. Поэтому я эту коробочку выброшу. Это пады, которые нужно использовать. Ну, например, когда мы утром проспали, а нам все равно хочется иметь свежую, ухоженную кожу. Это пады, которые буквально за несколько минут кожу увлажняют, внешне улучшают ее состояние, немножечко матируют и выравнивают общий тон кожи. Лицо выглядит как после бесцветного BB крема, скажем так. Так, злоупотреблять я ими не люблю, потому что, хотя они и заменяют собой, как производитель говорит, уход. Они увлажняют, здесь есть и тонеры, все что угодно в составе. Но для возрастной кожи это мера экстренная. И эта баночка уже, к сожалению, я думаю, давно открыта, поэтому я ее выброшу. Но обязательно закажу такую же новую. Вещь очень удобная и на утро, если мы проспали, или если просто лень, или после спорта хочется выйти из спортивного зала с приличным ухоженным лицом. Вещь очень интересная и хорошая. Дальше, это запасной блок, наверное, не наверное, это и есть запасной блок от отличного санскрина, люксового, корейского, увлажняющего. Это уникальный санскрин, при его нанесении возникает ощущение такое, что я умываюсь прохладной водой. Это охлаждающий санскрин, хорошая вещь. Запасной блок я им с удовольствием буду пользоваться. Ну, по устоявшейся традиции, на столе будут оставаться средства, которые я оставляю, а налево в мусорную картинку будут улетать все средства, с которыми нужно расстаться. Так, здесь... Ой, здесь очень интересная вещь. Корейские торговцы с ebay постоянно высылают какие-то маленькие и забавные подарочки. Например, вот такие наклейки, которые должны защитить нас немало-немного от опасных волн, которые исходят из наших компьютеров, игровых приставок, плееров и телефонов, чего угодно. Ну, это, конечно, ведро. Так, дальше. Мини-версия корейского BB-крема. Крем очень плотный, насколько я помню. У меня есть отзыв обо всей линии этих BB-кремов. На самом деле их очень много у этого бренда. Но этот пробник у меня лежит уже очень давно, и я думаю, что его лучше выбросить. Этот крем может пригодиться для возрастной, например, кожи, если нужна фотосессия, какая-то съемка. На каждый день я бы его рекомендовать для возрастной кожи не стала. Так, это пробничек ночной люксовой маски корейской от Sulvasu. Замечательная маска. У меня всеместно эти пробнички раскиданы. Это, конечно же, в дело. Так. Дальше здесь огромное количество каких-то пробников. Это наклейки детские на ногти, которые были в паре с тканевыми масками. Бывала такая очень интересная серия для мамы и для дочки. Ну, пробничек от Sulvasu можно оставить, а это нам не нужно. Так, дальше крем. Крем для кожи вокруг глаз с коллагеном от Mizone. Бренд хороший, но с этим кремом нужно повозиться, если хочется его использовать. Он при неправильном использовании может даже немножечко обезвоживать, подсушивать кожу под глазами. И, что самое главное, он любит и умеет образовывать под глазами пленку, которая потом скатывается под макияжем. Под него нужно наносить очень-очень сильное увлажнение. Тогда он закрывает все это дело пленочкой и великолепно сохраняет влагу. Сам по себе он в поле не воин. К тому же это старый тюбик, мы его выбросим. Промничек крема от Sulvasu, пусть будет для ритуала красоты. У меня на сайте есть гайд о том, как сделать всего за 3 евро 70 центов у себя дома, без полетов в Сеул. Ритуал красоты от Sulvasu. Я обязательно выложу ссылку на него в инфобоксе, заглядывайте. Так, это опять-таки запасной блок рефил для увлажняющего кушона. На кушон великолепный рефил, конечно же, в дело. Это пустая баночка из-под патчей. Замечательные патчи, бюджетные, но совершенно не хуже каких-либо middle market патчей. Очень мне понравились. Ну и коробочка яркая, я оставлю ее для съемок, пригодится. И патчи, опять-таки, это коробочка, здесь давно уже ничего нет. Тоже берегу для съемок. Замечательные патчи для аллергиков. Бывают девушки с очень чувствительными подглазями. Даже если у них нет аллергии на какой-то определенный ингредиент, то слезы льются ручьем от всего. От санскринов, от патчей, от кремов для кожи вокруг глаз. От всего, что просто приближается к глазам. Эти патчи такую проблему решают. На них не было жалоб в группе даже от самых чувствительных особ. Сама эти патчи я использую в основном весной. Пыльца, пыль, все это в воздухе, я аллергик. И мне эти патчи позволяют весной избегать зуда, напрасных вот этих слез от аллергии. И они очень хорошо ведут себя также под макияжем. На коробочку я ставлю для съемок косметики. Дальше. Ой, какое все пыльненькое. Это очень интересная зубная паста на основе соли и бамбука. У меня есть очень подробный отзыв о ней на сайте. Ссылку я обязательно выложу в инфобоксе. Паста необычная на вкус, но замечательная. Подлечивает десна, если есть небольшие кровотечения. Но это не отбеливающая паста. Она великолепно чистит, но отбеливающей, выбеливающей зубы не является. Конечно, я оставлю для съемок эту баночку. Она очень интересная, она мне очень нравится. Так, что это здесь засеребрилось? Здесь засеребрилось средство для умывания от Элизабет Арден. Бустер. Интересно, как пенка для умывания может стать бустером. И способствует лучшему проведению косметики в коже. Честно говоря, это средство не пробовала. Чем-то оно меня не зацепило. И я подозреваю, что оно уже достаточно старенькое. Поэтому я лучше его выброшу. Я очень люблю корейские пенки, корейские мыльца. И давно на них перешла полностью. Это пробнички. Ну, пробнички пусть будут. Большое количество пробничков. А это очень интересные пробники. Мне они страшно понравились. Бренд Миша. Пускает такую вещь. Здесь пробничек BB крема. Вот так он оформлен. Как, собственно, выглядит кушон. Очень поработали над подачей маркетингового материала. Мне нравится. Здесь вот есть все виды продукта. Это бренд Миша. Я думаю, что я их пока оставлю. Вдруг пригодятся кому-нибудь. Можно знакомым дать попробовать. Кто хочет определиться с тоном кожи. Опять пробничек от Сульвасу. Давайте мы сейчас их уберем. Так. Эта вещь очень интересная. Я сохранила эту яркую коробочку, конечно же, для съемок. Один из моих самых любимых премиальных корейских брендов. Джелуджин Косметикс. У них шикарные маски. У них роскошные патчи для кожи вокруг глаз. А это патчи для губ. Не знаю, у кого как. У меня зимой очень сохнут губы. Конечно, отопление дает себя знать. Кроме того, у нас зимой сильные ветра. Мы живем практически на берегу моря. Эти патчи отлично помогают мне держать губы в порядке. Кроме того, это великолепное диетическое средство. Также оно укрепляет брак. Замечательное средство. Красивая коробочка. Я ее оставлю для съемок. Так. Здесь дальше две коробочки. И в каждой из них был набор из щетки и зубной пасты. Здесь вот такой замечательный корейский хор мальчиков-зайчиков, как я их называю. Ну, не прониклась я вот этой культурой. Другие мне нравятся мужчины. Ничего не могу с этим сделать. Я прекрасно отношусь к поклонникам корейской поп-культуры. Это действительно очень интересная область. Но вот как-то у меня не складывается с ней совершенно. И здесь этот набор интересен своей зубной щеткой. Это щетка-гигант. Мы несколько лет назад перешли на эти щетки. Я подсадила на них очень много народу в нашей группе. И после них обычной щеткой пользоваться уже невозможно. Щетки замечательные. У меня есть отзыв и об этих наборах, и о пасте, и о щетках. И я обязательно выложу его в инфобоксе под видео. А коробочки я сохраню для декораций. Так, бодиблюв. Нечто сияющее для кожи тела. Я даже не знаю, что это, откуда это. Я лучше это выброшу. Так, пробничек крема от The History of Vue. Ну, пусть будет. Тоже для ритуала красоты. У меня есть ритуал красоты и от этого бренда. И отзыв на него я тоже обязательно выложу. Ну, здесь это средство было и приобретено из-за упаковки, и из-за нее же хранится. Для молодой кожи это замечательный, приятный, нежный кушон. Но для возрастной нужно что-то уже более уходовое. Это роскошная линия. И лично мне этот кушон напоминает о кролике из Алисы в стране чудес. «Пропали мои усики, что скажет герцогиня». Ну, вот здесь немножечко все заляпано. Уже не очень красиво. Я думаю, что я его вычищу, вымою и сохраню для съемок. Так, вещь красивая. Так, здесь раритет. Это пустая баночка из-под крема от Mizon. Она красивая, но для съемок, наверное, она уже не подойдет. Я сохраню ее просто как раритет. Этого крема уже нигде нет. Это сырный крем. Он был великолепен. Отчего корейские бренды так любят взять хорошее средство, снять его с производства и навыпускать вместо него всякой ерунды, я не знаю. Но я знаю, что по этому крему на просторах СНГ и вне него плачут очень многие женщины. Крем был замечательный. Ну, сохраню как память. Это маска глиняная. От детского, подросткового корейского бренда. Тони Молли. Я покупала когда-то ее, чтобы тестировать. Ну, во-первых, она закончилась. Во-вторых, я не делаю отзывы о подростковой косметике, поэтому, я думаю, она мне даже для декораций особо не нужна. Пробничек. Так, а здесь что такое? Как его открыть? Ага, ясно. Вот, надо же было где-то это взять. Я думаю, судя по размерам средств, небольшим, это мне прислали из какого-то магазина в подарок к заказу. Так вот мне кажется. И, наверное, так оно и есть. Это явно все запечатано. И поэтому линия, в принципе, интересная. Если мне память не изменяет, это про биотики. Надо посмотреть, что это за средство и потестировать. Почему нет? Ну, раз нашла. Так, это баночка пустая от Пробника. Корейский люксовый бренд The History of Boo и его самая-самая антивозрастная линия. Красивая баночка. Пусть будет для обзоров. Еще одно яичко непростое, но и не золотое, а пластиковое. Древнее. Холика-холика. Ребенка очень любит пенку для умывания такую же. А у меня был такой пилинг. Я его полностью использовала, добила. Для возрастной кожи он самую чуточку может быть грубоват. Если брать сухую, такую тонкую возрастную кожу. Для жирной он великолепно работает. И, наверное, это одно из немногих средств из масс-маркета, которые я для возрастной кожи, например, совершенно спокойно бы советовала. Что? Пилинг-скатка. Да, в нем нет каких-то особых уходовых компонентов, но если учесть, что пилинг находится на лице, ну, я не знаю, до 4 минут, то, в принципе, наверное, это и не так для многих важно. Но это старая баночка, грязная, некрасивая, и я ее выброшу. Но, скажу честно, новую такую же заказывать не стану. Так, это очень интересная вещь, вещь хорошая. Это пустая баночка, использованная для фотографий, но это уже и раритет. Эту сыворотку для кожи вокруг глаз заменили на новую версию. Эту старую скоро уже невозможно будет купить, но, в принципе, никто плакать не будет, потому что новая версия вышла намного лучше. Я ставлю эту баночку как раритет, я люблю такие средства собирать, у меня их уже много. Это баночка с остатками средства. Это сыворотка с пептидами от корейского бренда косметического доктор Чарт Плюс. Обещают убойный антиэйдж, но обещать не значит жениться, и, как выяснилось в данном случае, с этой сывороткой эта поговорка сработала как нельзя лучше. На своей коже какого-то особенного эффекта я не увидела. Для раннего антиэйджа эта сыворотка может быть очень даже ничего. Красивая баночка, в принципе, такая модная, стильная. Я ее оставлю для съемок. Здесь почти использованная баночка от MediPill. Это ампула с глотатионом. У меня есть такая же новая. Сыворотка хорошая, но хранить вот такую старую баночку я какого-то смысла особого не вижу. Я ее выброшу. Дальше. Коробочка из-под туши. Самой туши нет, правильно, потому что тушь я, наверное, выбросила уже очень давно. Для меня эта тушь оказалась очень бесючей. Она совершенно не накрасила мои ресницы. Ну, то есть, ну, вообще не накрасила. Я постараюсь найти фотографию свою старенькую, где это очень хорошо видно. Многие ее хвалят. Я не буду спекулировать на тему, почему кто-то ее хвалит, кто-то ругает. Люди разные. И людям нравятся разные вещи. Но лично я от этой туши была просто в каком-то шоке. И вот эти вот все какие-то попытки сделать из нее аналог Армани Бьюти, Ланком, Диор. Я не знаю, может быть, на ком-то она работает хорошо. Но я выбросила ее, и, в принципе, за ней же полетит и коробочка. Так, промечки. Это, ой, это, наверное, очень старый блеск для губ. Помада в каком-то странном оттенке. Иногда открываю какую-то баночку, думаю, господи, зачем же я это купила? Что это такое вообще? Какой-то лилово-фиолетовый тон. Кстати, так вкусненько пахнет, сладко. Бренд приличный, и у них очень неплохие покрытия для губ. Но я думаю, что это уже очень старая вещь. Лучше выбросить. Так, а это просто грусть-печаль. Это еще одно средство, которое, видите, как оно использовано. Я единственное, что не вгрызалась в него, да? Это великолепное средство, которое уже нигде невозможно найти. Миша, золотая линия Миша Геом Сул. И это уникальный стик-помада. Бесцветное средство с волшебным ароматом. И его наносят под глаза, на губы, на кожу вокруг губ, на морщинки. Увлажняет, напитывает. Это просто был восторг. Найти уже нигде не могу. Упаковочку ни за что не выброшу. Потому что надеюсь, что они когда-нибудь опомнятся и сделают, если не то же самое, то хотя бы что-то подобное. Как это было удобно носить в сумочке. Как Паниковский. Прислуга за все. Достал, везде нанес, и ты красивый. Плюс это средство еще имело фактор защиты от ультрафиолета. Представляете, под глазами. И питание, и увлажнение, и антивозрастные ингредиенты, и джиньшень, и немножечко бликующее, такое блюрищее средство. И на губы, под помаду. Так, ладно, я не буду расстраиваться. Но сохраню на всякий случай очень красивую помадку. Это пустая баночка из-под филлера. Филлеры я люблю. Часто ими пользуюсь. И условно их делю на уходовые и декоративные. Уходовые проникают глубоко в морщинку. И препятствуют ее углублению, а также появлению новых морщинок. А декоративные просто эти морщинки заполняют. И их становится не видно. Самая же лучшая группа филлеров, это, конечно, средства, которые совмещают в себе свойства и уходовых филлеров, и декоративных. Их, к сожалению, не так много. В корейской косметике они немножечко больше с уклоном в уход. В европейской и в американской больше упор делается именно на маскирующую функцию. Здесь скорее декоративный филлер от Миша. Впрочем, он не лишен уходовых ингредиентов. Вот здесь есть коллаген. Работают все филлеры совершенно по-разному. На одной коже морщинки буквально исчезают, на другой никакого эффекта нет. Но ими нужно уметь пользоваться. На них нужно уметь наносить макияж. Это не такое легкое дело, как кажется. Но на самом деле этому совсем несложно научиться. В принципе, красивый такой шприц. Я оставлю его для съемок косметики. Пусть будет. Так, ну туда остались малышки. Это ампула увлажняющая из набора ампул. Я очень люблю вот такие маленькие ампулы заказывать и наносить их под альгинатные маски. Вот они у меня везде валяются по всему дому. И я понятия не имею, из какого они уже набора, поэтому их лучше выброшу. Вдруг они старые. Так, пробник. Наверное, пустой. Зачем мне нужен? Ведро. Так, а это маска тканевая в виде таблеточки. Я думаю, что мои ровесники помнят знаменитые китайские полотенца, которые в Советском Союзе продавались. Вот такой кружочек бросали в воду и раз, в кастрюле появлялось вместо кружочка целое полотенце. Вот такой же фокус китайцы сейчас проделывают и с тканевыми масками. Я как раз готовлю видео о том, как сделать качественные, хорошие тканевые маски дома и бюджетно. И вот такие маски обязательно в нем будут фигурировать. Так, ну вот еще один шаг на пути к расхламлению комнаты от косметики. Я очень рада, что эти видео девушкам многим нравятся. И некоторые даже пишут, когда же расхламление, расхламлений будет еще очень много. Здесь вся комната забита косметикой. Поэтому вот так потихонечку будем все не торопясь разбирать, понемножку, по небольшой коробочке. И я с удовольствием буду знакомить вас с очень интересными, с редкими, с невозможно красивыми всевозможными корейскими средствами. Вот такое сегодня получилось расхламление. Надеюсь, что видео было для вас интересным, не скучным. И что вы обязательно узнали для себя что-нибудь новенькое. Огромное спасибо всем, кто посмотрел мое видео. И до следующего раза. Всем пока.